всем большой привет сегодня хочу снять видео на очень интересную тему нынче очень актуально не только для меня для многих эта тема расхламление всем большой привет сегодня хочу снять видео на очень интересную и нынче супер актуальную тему расхламление эта тема меня касается прям очень очень сильно потому что я не люблю держать разные хламы у себя в доме я небольшой плюшкин можно сказать не по всем сферам жизни но сейчас с большим переездом многие вещи начали мне очень сильно муссорить глаза и хочется от них сильно избавиться раньше я избавлялась и не снимала от чего избавляюсь о чем очень жалею сейчас уже есть у меня кучка вещей от которых я хочу избавиться я хочу конечно же об этом вам показать так что кто любит смотреть какие классные вещи я выбрасываю смотрите оставайтесь со мной итак начнем с того что я выбрасываю вот такую вот кучку вещей классных брендовых вещей которые мне уже по разным причинам не приходит давайте начнем с первым итак первое это вот такой вот шерстяной свитер кельвин кляйн покажу покупала даже кельвин кляйн размер xs я покупала тогда когда размер xs естественно сейчас он уже на меня во-первых маленький во вторых здесь есть на нем я бы хотела отдать ну кому он подходит по размеру потом когда достала я заметила что на нем уже есть такие вот несколько желтых пятен я перестирала но они не отстирываются я так понимаю что с ним уже ничего не сделаешь так он очень классный был был бы без пятен кому-то бы обязательно его отдала так свитер обалденный классный по качеству здесь тоже вот фирменная лейбла ну я его покупала фирменном магазине в киеве в общем классный свитер но к сожалению пятна с которыми я не могу побороться никак также следующее у меня есть такая замечательная рубашечка блузочка не знаю как ее назвать магазина наф-наф вот в общем-то история и такая я ее купила в общем была безумно рада она такая красивая вот с басочкой идет снизу в общем я ее планировала долго и ну наносить на работу так как я люблю белые блузки с джинсами носить и тут я попросила как-то перед работой мужа погодить мне рубашечку в итоге так как это довольно тонкий материал это стопроцентный катон но он такой как видите такой прозрачный немножко в общем он ее благополучно спалил и вот здесь вот не было кусочка ну как бы пошли такие как бы микро трещины да на самом материале я придумала за декорировать это все вот такими вот нашивками они приклеиваются просто утюгом и я это сделала соответственно симметрично с двух сторон но если честно смотрится это хорошо и я даже носила ее конечно же в таком виде вот с одной стороны и с другой стороны такая же вот нашивочка вышивка тем более система вышивки очень актуальна белая на белом принципе было незаметно как будто бы так производитель и задумал но так как область вот этой нашивки можно сказать была подобрана очень очень впритык и вот эта нашивочка начала вот оторвалась уже от полотна самой рубашки получается что надо новую нашивку что ли придумывать в общем я еще думаю или задекорировать дальше эту блузку или все-таки от нее избавиться но она можно сказать практически но и совсем мало успела поносить и ну не знаю она классная фирменная вообще очень люблю магазин нафнаф то есть такая очень красивая фурнитура такие перламутровые пузовицы в общем сейчас я пока я вам рассказывал мне тут возникла идея что можно так как сейчас можно такие вот разные тоже вот вышитые аппликации на получается одежде и можно на вот это вот место там где есть отходит сама ткань можно какую-то например бабочку или что-то такое более яркое приклеить как будто бы это так и надо и таких еще несколько делать по всему по всей рубашке в общем я еще думаю ну как бы вообще от этой вещи стоило бы избавиться но пока с вами поговорила как обычно так бывает что что-то может быть даже останется в общем насчет этой блузки я еще подумала в общем следите за ее судьбой следующее от чего я хочу избавиться это вот такая вот рубашечка это тоже очень классная фирма private member размер s на меня в принципе хороших немножко сейчас в груди маловато потому что как бы я кормлю и с этим связано она сто процентов катоновая такая очень классно подходит под джинс летняя дышащая есть очень классная вышивка такая это нарисована и плюс здесь бисер и как это называется вот эти вот крючки я не помню как они называются в общем она очень конечно круто выглядит есть вытащики чтобы она была по форме но вот из-за того что она маловато в груди я не уверена что я ее буду после этого носить когда она не станет в пору в общем то я ее носила уже много лет она но она при этом выглядит как новая в общем хороший такой качественный материал который мне кажется ну просто она мне реально надо я но она классная в общем-то я ее кому-то отдам вещь хорошая также из можно сказать с этой же отрасли моего гардероба я расстаюсь вот таким вот ремнем который выглядит вот таким вот образом вот так вот продевается это было с какой-то рубашки я его даже носила и вот так вот он выглядит на сейчас нам больше никуда его не комбинирую поэтому мне он не нужен в общем-то не думаю что он кому-то еще пригодится поэтому я от него избавляюсь так из такого тоже что связано с одеждой это уже не совсем моё но можно сказать нашей семьи мой муж когда-то занимался танцами и у него есть вот где-то абсолютно новые джазовки по-моему это называется они кожаные и как видите не стоптанные он их купил и после этого как-то просто переключил заниматься танцами и в общем-то они вот такие вот остались новенькие и классные в общем-то я их планирую продать потому что они в принципе сейчас актуальны многие их покупают те кто занимается танцами и так далее в общем-то они классные новые но абсолютно нам не нужны поэтому они уходят у меня в ящик который или на выброс или продать или отдать или что-то такое в общем-то но вещь классная но зачем она режет нам у нас я не понимаю также из такого глобального тоже у него тут со времен учебы накопилось достаточное количество разных учебников и вот еще один даже в общем-то это всем известный спикап это есть такая школа обучающая английскому он проходил у них обучение несколько лет и по оставались такие вот книги они не нужны некоторые даже не заполнены потому что ну не на всех уровнях был мой муж поэтому они не нужны просто это хлам и никто не будет ими заниматься они по-моему даже уже изменили свои учебники поэтому это все никому не надо и также вот кучка вот таких вот книжечек которые связаны экономика экономика инженерная компьютерная графика не знаю откуда у него такая книжка управление персоналом и тоже экономика в общем-то ненужные книжки предлагали в библиотеку или по-моему даже короче никто не хочет принимать в общем никому не надо я все-таки попытаюсь еще сдать какую-то библиотеку может быть каким-то студентам предложу которые с этого института но как-то ажиотажа я не заметила по поводу этих книг в общем-то они не нужны никогда уже больше не пригодятся также из такого что мне никогда не пригодится с темы бьюти это вот такие вот зажимы для волос как ты их покупала думаю буду делать для причесок парикмахерских там вот так вот закалываешь волосы чтобы там было что-то удобно но они оказались на деле неудобными они плохо держат волосы в общем такие как бы слабые зажимы для чего их использовать вообще ума не приложу поэтому лучше от них избавиться и вдогонку к этим зажимам также у меня есть вот такая целая кучка бигудей в общем как то я тоже много смотрела видео как другие девочки крутят бигудями красивые и объем там делают короче кто что умеет и я естественно тоже себе захотела так делать и купила вот такие вот большие и они конечно дико рвут волосы большие чтобы делать объем и чуть поменьше чтобы просто накручивать короче ничего у меня не получалось вообще ничего с теми бигудями в общем то давала им шансы неоднократно но это все для меня зря потраченные деньги и сейчас они просто лежат и занимают у меня лишнее место вопрос зачем не знаю выбросы это точно нам никогда больше не пригодится также из моих воспоминаний с моим можно сказать молодости вот такая вот штучка для интерьера это можно сказать такую вещь обычный календарь видео такого человечка который лежит и голова такой вот круглый полусфера датка и здесь вот так вот меняются цифры вот здесь подкручивается месяц календаря это надо просто каждый день вручную вот так вот нажимать на цифру с первого дня этим не занималась максимум я могла переключить один день а потом все я об этом забывала я просто стоял как декор вообще он мне не нужен поэтому не хочу захламлять себя такими вещами поэтому лучше от них избавляюсь я может быть предложу Тимуру может ему понравится такая вещь как игрушка в принципе здесь особо мелких деталей нету кроме вот этой пимпочки ну в общем то мне такая вещь не нужна я от нее хочу избавиться а как там разберемся избавимся все таки или может быть кому-то отдадим может кто-то захочет таким пандарем пользоваться в общем сначала мы поспрашиваем может кому-то это надо а потом уже будем если что на крайняк выбрасывать ну оно у нас все лежит в коробке для на выброс то что нам не надо в общем то как видите вот так вот это все может выглядеть на комодике симпатичная вещь но как бы все я уже ей наигралась пока что это были все мои продукты от которых я избавляюсь от своей жизни чтобы дать возможность новым прийти в мою жизнь надо избавиться от чего-то ненужного чтобы получить что-то нужное что тебе необходимо так что всем советую разбирать свои шкафы и не накапливать всякий хлам так что всем пока пока